Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, кто случайно зашел на мой канал! Я всем-всем вам очень-очень рада! Сегодня вот сейчас не планировала записывать еще одно видео, но все-таки решила записать, потому что от Наташи, подписчицы, поступил очень интересный вопрос. И как-то его упустить или пропустить не хочется, потому что с этой проблемой встречается, как говорится, каждая вторая, если не каждая из нас. У Наташи был вот такой вопрос. Вес стоит, а объемы уменьшаются. Ну что я могу сказать, Наташа, причин очень много, очень много причин, почему может быть так произойти. Их много, надо разбираться прямо конкретно с вами, потому что у одних, может быть, это связано с усиленными какими-то физическими тренировками, может быть, при больших физических нагрузках бывает так, что тяжелеют наши мышцы. И на самом деле у вас уходит в объемах, это очень хорошо. А может быть, просто если вы занимаетесь спортом, возможно, у вас просто на самом деле потяжелели мышцы, это может быть. Но может быть, я говорю, причин очень много, к сожалению, с каждым индивидуально надо разбираться. Я не знаю, какая у вас причина, я вам под вашим комментарием написала, надеюсь, вы ответите мне. Но затронуть это очень волнует многих тема, потому что многим, многим, по крайней мере, мне за всю мою долгую жизнь с этим плату, когда вес стоит, встречалась не раз. И, к сожалению, к сожалению большому, очень многие сходят с дистанции. Это, вы знаете, это как борьба за... Наш организм нас проверяет на прочность. Пожалуйста, мои дорогие подписчики, девочки и мальчики. Это надо пережить. Это вот... Ну, ни в коем случае не надо сходить с дистанции. Это сталкивается, я говорю, практически каждый, кто борется с весом. У меня было это не единожды. Оно ведь может быть неделю задержка, а может месяцами. Это вот настоящая проверка на прочность. Поэтому паниковать не надо и бросать все не надо. Многие, вот знаете, что ждут и что такое, вроде все поддерживают и кушают так же, и калории те же, а вес стоит. Ну, вот, Наташа, еще я бы хотела, если у вас есть физические нагрузки усиленные, может быть, возможно, возможно, обратите на это внимание, может, вы слишком-слишком урезали калорийность вашу дневную. Когда вот калории, а мы снижаем, если вы снизили больше, чем надо, организм, он тоже очень хитрый у нас. Он начнет делать запасы. Вот всем на заметку, кто чересчур сильно сбавляет, делает дефицит калорий на день, этого делать не надо. Рано или поздно это вам аукнется. Поэтому делать, мои хорошие, этого не надо. Всем объясняю еще раз. По рекомендации ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, доказано, что и рекомендовано, что дефицит калорий должен быть. Должен быть. Только с дефицитом калорий мы можем потерять вес. Но он не должен превышать 500 калорий в день. Вот от 3 до 500 разрешается. Убавляйте, сколько вы посчитаете нужным. Но не переходите эту грань 500-то. Потому что бывают такие случаи. Ага, у меня, значит, 1700, допустим, выпало килокалорий. Сделаю я 500, будет 1200. Ну, что я буду мелочиться? Сделаю-ка я 1000 или 800. Вот этого делать не надо. Не надо. Когда вы переходите ту грань, это же всё-таки всё проверено, это уже научно доказано. Не надо, не надо перебарщивать с дефицитом калорий. Потому что если вы перебарщиваете с дефицитом, организм начинает пугаться и отлаживать, делывать запасы, и тут оплата вам обеспечена. Поэтому, мои дорогие, вот это тоже берите на вооружение, потому что многие стараются скорее-скорее, чтобы вес наш покинул лишний, да. Ну, и мы все такие, все нормальные люди. И я, меня тоже не устраивает, что я там по тысячу, по килограмму вернее, в неделю худею. Мне тоже, может, хотелось сразу пять потерять. Но лучше мы будем идти медленно, но верно. Поэтому вот перебарщивать везде, везде, где мы перебарщиваем, это не дело. И еще, если бывают такие моменты, когда применяются качели, наверняка многие слышали, что такое качели. Когда вес долго стоит, да, и один день люди, значит, едят, допустим, ну, свою норму, 1200, допустим, а на следующий день они съедают 1400. И вот такие качели можно делать. Метаболизм у многих начинает повышаться от этих колебаний, и вес начинает заново уходить. Но я еще раз говорю, кто сидит на кето-диете? Ну, возможно, и на других, да? Ну, вот на палео я бы тоже, вот кето и палео я бы как бы приравняла маленько, да? Если вы будете делать качели, увеличивать, допустим, сегодня свою, значит, вы калории съели, как положено, а на завтра-то вы повысили. Вы когда повышаете, допустим, или понижаете, неважно, свой дневной калораж, вы не берите только те продукты, которые нам нельзя. Вы поддерживаетесь тем продуктом, которые нам положены. Понимаете? Многие спрашивают, сколько калорий. По-моему, у меня тоже Наташа, другая подписчица, спрашивала, сколько вот в тарелочке у вас салата, сколько у вас второго, допустим. Я всем объясняла. Если вы кусочек мяса и рыбы, у вас у всех у нас разные ладошки. Вот по своей ладошке приблизительно 150-200 грамм. Ну, это там же еще уварка, ужарка идет, вот это тоже допускайте. Но если вы... Я вам совершенно простые советы даю, если вы хотите, чтобы многие не имеют, может быть, тех же весов пищевых, да? Вот, ваша ладошка, вот. Вот этот кусочек вы себе сделали и приготовили. Там пожарили, отварили, там неважно, каким способом его приготовили. Если миска салата, это вот ваши ручки, мои хорошие. Вот, сколько вошло в ваши ручки, ваши две ладошки. Вот примерно так. Я по-простому объясняю, это очень легко. Хотите вы съесть сало кусочек? Пожалуйста. Вот я говорю, я хожу, я давно хочу сало. Но имейте в виду, вот сало кусочек, это ваш пальчик большой. Вот возьмите, съешься себе в удовольствие. Ну, вот этот большой пальчик, размер вот этого сала кусочек. Я простыми вам способами, чтобы вы точно от этого, если вы будете вот такой кусочек мяса или рыбки, вот это вот ладошки две, это ваш салат. Если вы захотели кусочек сальца, пожалуйста, вот, вот. Размер, который вы съели, и вы порадовали свой организм, и себя утешили. И таких много буду вам рассказывать, как бы проще. Салатом, особенно листовым, вы себе не навредите. Я не говорю, что тазик съесть. Я вам показываю вот наши ладошки две. Потому что салаты-то тоже могут растягивать желудок. Поэтому норма, она должна быть везде и во всем. Не надо перебарщивать нигде, не надо. Я говорю вам о прелести, как говорится, моих любимых семечек и орешек. Там тоже должна быть норма. Везде должна быть норма. Я объясняю на руках простыми вам способами, легкими и понятными. Готовите вы себе, вот. Второе, ваша ладошка. Вот эта часть, вот эта часть. Это ваше второе. Кусочек мяса или кусочек рыбы. Приблизительно 150-200 грамм. Если вы салат, вот эти ваши две ладошки. Вот. Я говорю, всему должна быть норма. Хоть зеленые салаты, говорят, надо есть в удовольствие и много-много, но всему должно быть мера. Потому что даже вроде безобидными продуктами можно что-то себе и навредить. Итак, вот моя хорошая Наташа, подписчица. Я надеюсь, я вам объяснила. Надо разбираться, почему у вас вес стоит. Плата это или не плата. Возможно, вы слишком занизили калорийность. Вы посмотрите, там я вам комментарии написала. Можете мне написать. Может, вы понизили калорийность. Может быть, вы физические нагрузки добавили, и у вас просто потяжелели ваши мышцы, поэтому у вас вес один и тот же, а объемы, понятное дело, что уменьшаются. То, что уменьшаются объемы, это уже шикардос, это уже хорошо. Значит, не все так печально. Пожалуйста, не расстраивайтесь, никто. Никто не расстраивайтесь, когда встает у нас вес. Это случается с каждым. Мы все это проходили. И наверняка, к сожалению, будем проходить. Это испытание наше. Мы должны пройти с честью. Потому что оно может быть не только там 3-4 недели, может быть месяцами. И многие поэтому срываются и начинают питаться, как раньше. Мои хорошие, пожалуйста, мы этого делать не будем. Мы этого делать не будем. Мы будем бороться с нашим весом. Даже когда у нас возникнет такая ситуация. Итак, мои хорошие, надеюсь, я вам открыла эту тему, как-то успокоила, может быть, Наташу еще каких-то у нас подписчиков. Может, эта тема очень трогает. Ну, она трогает всех, потому что мы все касаемся этого. Я сама не раз с этим платом переживала, когда вес стоит и начинается паника. Что и как. Поэтому пишите. Пишите свои комментарии. Пишите свои проблемы. Будем разбираться. Я вот сейчас не могла пройти мимо. Хотела видео завтра выпустить. Ну, меня так как-то это взволновало. Я просто понимаю человека. Я сужу по себе. Когда у меня стоит вес, я начинаю звонить или писать своему старшему внуку, который как бы очень мне помогает, очень следит за мной, потому что он в этом разбирается, он в этом смыслит. И поэтому, конечно, конечно, мои дорогие, я не могла пропустить эту тему, чтобы не ответить, потому что это очень важно, это очень многих нас касается, это очень волнительно. Поэтому, Наташа, все будет хорошо. Все будет хорошо, без всяких память. Паник, потому что две недели, три недели, это еще не... Это не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Будем бороться, будем искать причину, будем выходить из этого положения, из вашего. Все у нас будет хорошо, мои хорошие. Не паникуйте. Самое главное, не паниковать и никогда не сходите с дистанции. Никогда. Я с вами, мы вместе будем худеть и друг друга поддерживать, подставлять друг друга плечом, мои хорошие. Поэтому я очень вас прошу, пожалуйста, не паникуйте. Все, все можно исправить. Все можно исправить и все у нас получится. Так что, Наташа, не переживайте. Все будет хорошо. Будем сейчас с вами разбираться. Итак, мои хорошие, я надеюсь, как-то успокоила маленько вас. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Ну, а кому не понравилось, ставьте дизлайк. Но я все равно всех-всех вас жду на своем канале, буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Буду рада, если мои советы, мои видео будут вас мотивировать на похудание, принесут вам большую пользу, сделают вас красивее, здоровее, стройнее. Я очень буду рада, что вы подпишетесь на мой канал. Ну и, конечно, если поставите мне лайки. А пока? Пока-пока!